второй пункт перелет когда у вас есть уже жилье то самое время взять билеты на самолет и это наверняка самая крупная статья затрат если вы едете семьей из 3-4 человек после двух лет дети покупают полный билет там отличается совсем немного на транспортные сборы сам билет оплачивается полной но в то же время у вас есть и полное место багажа так что можно взять с собой кучу хлама и кстати у меня будет отдельное видео о том что стоит от чего не стоит сюда брать потому что я мы взяли три чемодана три ручной клади большой в общем все по максимуму и один из чемоданов то есть один из чемоданов полный у нас сейчас стоит на антресоле я туда сгрузила все вещи которые как оказалось нам здесь вообще не пригодятся и я не знаю зачем было брать столько вещей с собой но это всегда думая что там чего-то не будет там еще что то но в общем кому интересно то подписывайтесь и я скоро расскажу об этом из киева есть два варианта перелета самых удобных первый это прямой перелетки в бангкок от авиакомпании мау он длится по моему 10 с половиной часов и в принципе по сравнению с другими авиакомпаниями это достаточно бюджетный вариант стоимость 700 чем-то долларов на одного но минимальная стоимость там естественно на праздники на выходные дни стоимость возрастает еще есть такая фишка у мау у них есть персональные скидки по крайней мере там у них есть и на юбилей скидки еще какие-то но нам подходила скидка в день рождения они дают 20 процентов на скидку на любой перелет регулярный имениннику и членам его семьи то есть моего мужа например в декабре было день рождения и в течение месяца с момента его дня рождения мы могли воспользоваться этим предложением так что но на самом деле скидка там не 20 процентов а порядка 10 выходит потому что они берут только от сам стоимости самого билета а транспорт на транспортные сборы этот скидка не действует так что в итоге она получается процентов на 10 дешевле но все равно приятно и есть еще определенные условия по моему это перелет с понедельника по четверг не включая праздники ну естественно на такие менее востребованные даты и и второй вариант это тот которым воспользовались мы он еще более дешевый он стоит 500 долларов с человека и можно даже было бы взять за 450 где-то так это перелет компании flight dubai и он с пересадкой в дубае то есть вы летите пять часов до дубая там пересадка три часа по моему у них минимальное время между рейсами ну в принципе это неплохо потому что если в рейс из киева задержится то можно не успеть на следующий и потом дубай-бангкок еще пять часов не знаю какой вариант лучше наверняка конечно если вы летите сами то конечно предпочтительнее прямой рейс но с ребенком вот даже и сейчас вот у него отдельное сидение когда мы в америку летали у нас не было места на него ему еще не было двух лет и он был без билета то сейчас хоть и есть отдельное место но за эти пять часов он просто сходит с ума в самолете поэтому вот те три часа пересадки где он может набегаться устать там напрыгаться и все что ему угодно и потом он еще он более или менее уставший может даже поспать немножко во время следующего перелета и опять же билет дешевле так что мы выбрали этот вариант он правда не очень удобный по расписанию он при он прилетает в бангкок ночью и получается если вам лететь дальше допустим как мы на самуи собирались то вот за один раз очень сложно это сделать без ночевки в бангкоке потому что перелет уже из бангкока дальше он утром то есть вам нужно вы прилетаете ночью вам нужно еще прождать аж до утра нельзя сразу пересесть дальше и это конечно сложно физически вот как добраться дальше до самой есть опять же два варианта из бангкока конечно возможно есть перелеты из киева на самуи с пересадка где-то но наверняка он намного дороже и мы как-то его и не рассматривали в бангкок можно долететь на самуи можно долететь из бангкока прямым рейсом но он стоит порядка 300 долларов на одного 200 чем-то и как делает большинство людей которые хотят сэкономить это лететь через город суратхани это ближайший город к пристани от которой идет паром на самуи то есть вы из бангкока летите в суратхани около часа потом покупаете комплексный билет авиакомпания air asia кстати летает она очень бюджетная там мы на троих заплатили 200 чем-то долларов за билеты то есть меньше даже 100 долларов на каждого и плюс можно также через интернет на сайте самуи фэри . ком купить комплексный билет на самой прям от аэропорта то есть от в аэропорту вас забирает автобус везет на причал пути час полтора и от причала уже на пароме вас доставляют на самуи это тоже полтора часа получается нам вся дорога от бангкока на самуи обошлась в 300 с чем-то долларом в то время как такие же деньги мы могли заплатить за 1 если бы вы летели из бангкока на самуи напрямую когда у вас уже есть бронежилья билеты на самолет вы подаетесь на тайскую визу в принципе в таиланд украинцам русским наверняка также виза не нужна если вы здесь находитесь до двух недель при пребывании до 14 дней вам прямо на границе ставят штамп никаких проблем по моему тоже платный но если вы ездите на зимовку то нет смысла пользоваться вот этой безвизовым нашим режимом в любом случае нужно открыть визу и кстати вот в этом по крайней мере году в посольстве и таиланда в украине была акция они давали в декабре январе может даже феврале продлили визы бесплатно то есть вообще отлично нам повезло виза стоит вообще 40 долларов и на детей тоже нужно отдельную визу открывать и это мне кажется чистая формальность и по сравнению с тем как мы открывали визу в америку здесь вообще вообще ничего не нужно мы просто пришли в посольство далее бумаги и мы были без ребенка но я думаю можно было бы даже кому-то одному из нас мне или мужу пойти издать документы всех так тоже принимали бы и они так спокойно взяли все бумажки я говорю ну так мы получим визу если вы приняли это уже гарантия того что вы получаем или мы еще не знаем они да конечно получите если мы принимаем значит все окей я так поняла что ее дают абсолютно всем конечно если у вас уже броня на жилье оплаченная билет причем на сайте написано что билет должны быть уже оплачены на авиаперелет но я решила немного схитрить для того чтобы получить визу заранее так у нас билет на самолет мы покупали буквально перед за несколько дней до вылета то я просто забронировала билет и с вот этой вот броню которая 24 часа по моему только действует на fly dubai сайта сайте я подала с ней документы в посольство на другую какую-то дату и адресе написала тоже какой-то гостинице который на booking.com забронировала и потом отменила бесплатно забронировала вот так так что тоже можно так все прокатило я думаю виза это вообще не проблема виза открывается на два месяца однократная мы подавались на однократную визу и уже здесь на самой в иммиграционном офисе за дополнительную плату по моему порядка 50 долларов с человека можно продлить визу еще на 30 дней то есть чтобы в сумме у вас было три месяца без выезда также если вы хотите быть здесь еще дольше например полгода то вы можете сделать виза ран то есть выехать из страны в какую-то соседнюю страну куда не нужна украинскому украинцам виза в азии в принципе много таких стран и есть даже специальная услуга здесь вот в туристических агентствах вот это вот виза ран чтобы выехать и снова заехать и снова у вас открылась виза на три месяца и зовут время выезда буквально за день который вы проведете в другой стране вы подаете документы в посольство таиланда в той стране и вам снова открывают новую однократную визу я надеюсь понятно и последнее но далеко не менее важное это страховка страховку нужно оформлять обязательно а потому что медицина в таиланде достаточно дорогая по крайней мере если вы обратитесь в клинику где есть англоязычный персонал чтобы объяснить по крайней мере что вас беспокоит то там один поход я по крайней мере знаю вот к педиатру плановый стоил 150 долларов это без анализов без ничего а здесь все таки много различных насекомых необычных для нас может быть какая-то непредвиденная аллергическая например реакция еда совершенно своеобразная и тоже у кого с пищеварительным трактом какие-то проблемы могут быть осложнения также здесь все ездят на мопедах и даже если вы не будете ехать на мопеде то никто не застрахован от какого-то дтп в котором вы можете как-то быть задействованы и если вы сами хотите арендовать мопед байк как здесь называют то он обязательно в страховке нужно помечать брать вид страховки спортивный который включается езда на мопеде если вы даже если вы не будете не за рулем а пассажирам все равно вам нужна вот такая спортивная страховка чтобы несчастные случаи связанные с вождением или тем что вы будете ехать на мопеде чтобы они тоже покрывались полностью и франшизу нужно брать нулевую чтобы вам от любой суммы покрывалась лечение также для того чтобы быть уверенным в том что страховка у вас сработает здесь лучше когда вы найдете жилье найдите ближайший госпиталь к этому жилью и узнаете с какими компаниями азистанс они работают то есть страховая компания тоже сотрудничает с азистан с вот этими компаниями и если у страховки вашей она сотрудничает с той с которой сотрудничает госпиталь то сто процентов вас не будет проблем если вы туда обратитесь в этот госпиталь вот поэтому чтобы вас потом не направили на другую часть острова в какой-то госпиталь непонятно где куда вы только за доставку заплатите достаточно дорого потому что цен на такси здесь ну раза в три дороже чем в банкоке например как я говорила на туристах здесь хорошо зарабатывает вот так что лучше позаботиться тоже заранее узнать компания азистан с которыми работает госпиталь для того чтобы быть уверенным что все вам покроет страховка вот и все о чем я хотела рассказать в этом видео у меня даже голос немножко сел я надеюсь оно оказалось не слишком длинным и все же полезным для тех кто собирается ехать на зимовку в Таиланд и в принципе в Азию я думаю информация эта применима к любой в принципе стране также у меня будут отдельные видео о стоимости жизни в Таиланде и о том что с собой брать что не брать и другие видео на другие темы которые у меня всплывут со временем так что обязательно подписывайтесь на мой канал если вас интересует зимовка в теплых краях и напоминаю с вами была Лилия Бойко подписывайтесь также на мой инстаграм там я пощу фото по несколько раз в день и тоже полезную информацию и встретимся с вами в следующих видео пока-пока пока